Девушки отдыхают 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 Да, поискать в интернете больше информации о вас Мне вы очень интересны Как женщина, как личность И я смотрела И смотрела эту информацию У вас было несколько браков В том числе с легендарным динамовским футболистом Владимиром Онищенко Было такое Но, к сожалению, так или иначе они распались Вот как у вас Вы первое заканчивали отношения Понимая, что все уже Этого огня нет Или все-таки выслужили Да, ну конечно Онищенко был такой человек в моей жизни Действительная легенда футбола Он мне сделал большой, великолепный подарок На всю жизнь подарил двоих сыновей Которых я сама без него воспитывала Одного я потеряла В возрасте Когда ему был возраст Иисуса Христа И он умер, кстати, в день рождения Своего папы Это знаете, как, наверное Это отпечаток такой Да, как отпечаток И мы позвонили отцу Он как раз приехал Приезжал откуда-то из-за границы С моря и он приехал на похороны Вот так они и простились Не жалели вы, что вы расстались? Что, может быть, надо было где-то перетерпеть Не договорить что-то? Вы знаете, я пыталась, может быть, Санищенко Чуть-чуть так перетерпеть Но он был такой человек И всегда за него решало все государство Так же и в доме Передвинуть холодильник ему сама Вкрутить электрическую лампочку Позвать, нет, лучше сама Нет, вы знаете, я ни за кем никогда не жалела Но вовремя нужно уметь расстаться Потому что это уже как кандалы на ногах Человек должен расти и идти вперед Но в браке, конечно, если есть любовь Уже, знаете, в браке любовь Она все-таки притупляется В браке должно быть самоуважение И что вы можете дать своим детям А если ты видишь, что детям Ничего уже этот брак не может дать Кроме грубости и плохих отношений Лучше разойтись Вы женщина, очень сильная женщина Для меня героиня Знаете почему? Потому что то, что у вас происходит в жизни Вот вы сказали, вы потеряли сына Для родителей, не дай бог, такое вообще пережить Утрата своего ребенка Где вы вообще черпали силы жить дальше? В саду, в театре, в друзьях Которых у меня действительно истинных друзей У меня не так много А приятелей, как бы поклонников, да Вот когда я потеряла сына И я даже не плакала ни на похоронах нигде Ни при маме, ни при детях Я не хотела, чтобы доставлять им еще больше боли Потому что если бы они видели, как я плачу Они бы тоже плакали Я выходила в сад, я занималась цветами У меня были такие цветочки полуживые Я с ними разговаривала А вот действительно бог велик Он дал возможность Даже цветы понимают речь И понимают заботу и любовь И через день-два они у меня так головками воспринимались и росли Вот я находила, да Это какая-то терапия для человека Да, это терапия Только бог Вы часто улыбаетесь? Я все время улыбаюсь Даже когда... Даже играя отрицательные роли Я всегда выбираю отрицательные роли Почему? Потому что я адвокат своей роли И хочу проанализировать и показать зрителям Которые приходят ко мне в гости в театр Показать, как человек дошел до такой жизни Как он стал именно отрицательным Потому что не всегда все зависит от человека Часто зависит это от окружения Ну просто от событий, от обстоятельств Вы верите ли в женскую дружбу? Верю, конечно Я очень верю в женскую дружбу И она есть У меня годами женская дружба проходит Но в основном женская дружба же Она не основывается на тряпках, на моде какой-то Но многие так думают Знаете, особенно если ты блондинка Нет, проблема в том, что она основывается Все-таки на идеологии, на дружбе, на взглядах Вот у меня, допустим, дружба с Леной Вавиловой Уже столько лет с газетой 2000 Когда я у меня впервые Родные души Родные души, да Есть очень много тоже людей, с которыми я дружу Таня Дьяченко у меня Величайший мой друг У него сейчас очень много неприятностей Потому что все, что принес Майдан Он не только принес свободу Но такую демократическую, которую в кавычках Когда людям дали много свободы Они не знали, что с ней делать Они брали дубинку и понимали, что это свобода И шли бить или отстаивать Как бы свои взгляды с дубинкой в руках Так вот, Таня, она была очень бизнесменом крупным И меценатом, и все У нее все забрали У нее все забрали И вот она, улыбаясь, все теперь делает опять с нуля А в вашей жизни было женское предательство? Женских предательств было у меня много, да У меня одна из женщин пыталась соблазнить Онищенко Не потому, что он ей нравился Внешне Лена хотела Только потому, что футболист Певица одна И я нормально Мне назначили свидание Я пришла с другим футболистом еще ярче Который унес меня на руках из этого ресторана Что такое женщина? Она всегда думает, что она особенная Что она цветок Что у нее особый аромат Что у нее особые глаза Что у нее особый запах И вот особенно, если она мать его детей Она хочет верности Она хочет любви Она хочет, чтобы ее тоже носили на руках Она сильная Но в момент, когда она чувствует, что у него неприятности Она сама может и молоток взять И вбить гвоздь И вынести любые тяжести, поднять Потому что мы опора мужчинам Мы их защитники А некоторые мужчины этого не понимают Когда читаешь о вас информацию Всплывают такие статьи О вашем раздоре с вашей же подругой Вашей помой Адой Роговцевой Как бы подругой особой не была Что такое подруга? Это когда в беде Или когда я в театре Она и роль предложит, и отстоит меня Нет, наоборот Я при ней тише, ниже трапки была в театре И я ее любила Как актрису, очень уважала Она стала крестной моего сына живого У меня сын прекрасный Владимир Онищенко Который все трудности Я вот выживаю благодаря ему Он действительно, я поняла Что такое уже истинный мужчина опора И у меня невестка Наташа Раньше она была Голубенко Теперь она Онищенко У меня есть внучка Настенька Я чуть отвлеклась Она в Париже Знает шесть языков Сейчас она в Голливуде Она продолжает папу И мой, бабушке И как бы дальше Стезю Стезю Она сейчас Ей дали какой-то монолог Отрывок Она должна как режиссер Его заснять В общем, я жду Она поет Она все делает прекрасно Но возвращаясь к Роговцевой Я говорю, что Когда начался особенно Майдан Я понимаю, тяжело Актерам жить У нее всегда была тоже У нее нелегкая была жизнь Если все думают Что она шиковала И купалась роскоши Тоже дети Трудно Она тоже потеряла сына Но вот идеологически мы расстались Она сразу встала на сторону Этого Майдана Я пошла сразу к Берку То есть стояла с ними И по два метра роста Ребята, которые Согревала я им души и сердца Носила им шоколад Как мамка бегала к ним Вот Потому что там стояли солдатики маленькие Тоже Ну детей призвали В возрасте после школы Которые в армии служили Это было предательство Это было такое предательство Когда бросили их всех И было предательство Всего украинского народа Потому что С одной стороны Майдана И с другой Люди противостояли А вокруг Майдана Гудели рестораны Гуляли Пили И всем было на это наплевать И К сожалению Я как бы Грамотно Я разбиралась Я пыталась добиться До правды И я находила эту правду Потому что Волна Майдана Вынесла к нам К сожалению Не свободу А вон ту власть Которую мы имели Все пять этих лет Это была кровавая власть Которая Сделала нищей страну И обворовала нас Людей И развязала войну На Донбассе Поэтому я призываю Вот как женщина Как мать Остановите эту войну И к Зе обращаюсь Зеленскому Он артист Очень талантливый Шоумен Он все может И он может остановить войну Я верю в его силу И верю в его характер И верю в его желание Просто до сих пор Ему не давали возможности Дай бог Дай бог Чтобы это было так Аминь Как говорится У нас сегодня будут для вас Такие небольшие сюрпризы Да вы что? Перед тем как делать Эту передачу Мы у некоторых ваших друзей Спросили мнение о вас Нам же интересно Я думаю вам самой Будет это интересно Так вот давайте посмотрим сюжет Вашего друга И известного тележурналиста Дениса Жарких А он еще и поэт известный Для меня Любовь Титаренко Это замечательная Красивая женщина Это патриот своей страны Это великая актриса Ну это целая Какая-то вот Атомная электростанция добра Я могу рассказать Один случай Что пришли Собственно Националисты Радикалы Сжигать ее театр И стоят сторонники Которых немного И достаточно много Вот этих вот радикалов Которым в общем-то Как они сами нам сказали Им заплатили И вот что делать Как бы стенка на стенку Между нами Титаренко И она говорит радикалам Ребята А пойдемте на Порошенко И вот сразу вот все Вот 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 Все понятно было Что уже столкновения не будет Потому что сзади Сразу пошел довольный гул Что да 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 Идемте Я вас поведу вместе И все И вот как-то произошло Объединение толпы Она может быть Прекрасным политиком Она может быть Прекрасным оратором Она верит всегда В то что говорит И там нет Ну вот ни Ни чуточки Никакой фальши Никакой Собственно лести Она очень искренний Открытый человек Настоящая женщина Это очень хороший человек Если брать Ее как актрису Как директора театра Ей очень глубоко Интересен зритель И вообще интересны люди И вот Она обязательно выйдет В фойе С каждым поговорит Кому-то там Даст билет С кем-то просто Посочувствует Кому-то поможет И все это Бесплатно То есть Это настолько широко Раскрытое на распашку Душа Настолько Вот такое Трепетное Моя женское сердце И вот открыто полностью Она со сцены Каждый день Во время войны Во время конфликта На Донбассе Говорит Я за мир Каждый день Обращается К своим зрителям Это же подвиг Это же огромный Гражданский подвиг Который она делает Каждый день Вот я хочу пожелать Больше ролей Больше хороших Серьезных Красивых ролей Чтобы мир увидел Какая она прекрасна Ух ты Видите Что думает Денис о вас Так Он интересную фразу сказал Что Вы выходите к зрителям Да Вы выходите Общаетесь с ними И можете дать билеты На какие-то представления Вот я хотела Да не только билеты Дело в том Что Это может быть Некрасиво себе говорить Но проблема в том Что У меня есть еще один Большой тоже Друг Евгений Мураев Который все время Со мной Все эти пять лет Мы ездим по детским домам Мы развозим туда продукты Мы дарим им Разные подарки Книги Развиваем Ну не только пищу везем Но везем и духовность И везем им спектакли Играть Денег-то у меня нет А если приходят бабушки Вот такие вот разные Или многодетные мамы То естественно Если я вижу Что в зале дети Я быстренько в антракте Посылаю там За наборами конфет За какими-то Игрушками Видели И со сцены Я просто им это дарю Когда заканчивается спектакль Я говорю Какое счастье Что родители Привели ребенка в театр Что был у меня спектакль По Мэлу я играю Там преступники Хотят меня убить Ну просто люди Выброшенные за борт И ее специально страхуют Чтобы получить ее страховку Она их всех перевоспитывает И вот во время спектакля Ко мне вылезло Человек 6-7 детей Маленьких на сцену И зрители Уберите Уберите Так шишукается Ничего А я с ними Так минут 10 Нормально Проиграла И детей Просто в руки отдала Все прошло нормально Дело в том Что театр И зрители Это большое объединение Не зря только говорят Подмостки выше Зрительного зала Если ты вышел на сцену Ты уже должен говорить Только правду людям А если ты внутри гнилой У тебя будет только Внешняя оболочка Будешь красиво ходить По сцене И ничего не произойдет У вас просто огромнейшее сердце Потому что вы Вы просто знаете Я очень много потеряла Я теряю очень много Я потеряла Валерия Николаевича Сивыча Блестящего артиста Я потеряла Бабенко Очень сильного артиста Я потеряла Просто друзей Среди актеров Я потеряла Папу роднее Чем отчим Ну отчим роднее Чем папа Я потеряла сына Я потеряла маму Месяц назад Я потеряла Моего самого любимого Дружка Принцессу Собачку Жени А вот это теперь Из приюта Сын взял И привез Собачку Хана Я говорю У тебя У меня точно будет Хана Потому что она маленькая Ей только год 4 месяца Она плачет Она грудная А тут на мусор На мусорной свалке Из лесу Вы видели этих котят Привез мне Принес мне Из лесу тоже Трех котят Но два у нас прижилось Ну в общем кошмар У нас собаки и коты в доме Поэтому вы знаете Люблю всех Да Люблю И наверное Животные нас учат быть Милосердными Миролюбимыми Потому что наверное не зря Бог послал собак на землю Это наши ангелы Вы ведь по сути И куратор группы Театральной И режиссер И уборщица Если нужно Я хозяйка Как? Где вы находите время Все это совмещать? А вы понимаете Дело в том Что театр Это мое детище Вот понимаете Я президент Своего театра Вот если бы Все наши президенты Которым люди Столько доверяют Ну Страну доверили И своей жизни То может быть И тоже был бы порядок Вот вы приходите У меня как Туалеты блестят Чистейшие Везде чисто Везде красиво Вот одна только проблема Что зал очень большой Зимой прохладный Но никак мы не можем Все это протопить Я театралка Я люблю ходить В театр Для меня это целое событие Это целая жизнь Когда приходишь В муниципальный театр Ну Вот Все красиво Но это государственный Но когда приходишь к вам Просто как домой приходишь Говорят Семейный театр Да Настолько чувствуется Забота о тебе Настолько чувствуется Теплота И это просто нельзя Как-то по-другому Преподнести Или передать Так будущее За такими театрами Потому что Большие уже Знаете Человек любит Как мы сейчас разговариваем Друг другу смотрим в глаза Так и в театре Трудно донести Правду Как-то бы не был Талантлив Донести Аж до галерки В большие театры Вот сейчас Даже зрители выбирают Театр А у меня как раз Такой знаете Средний театр Между маленьким И большим Он средний Я люблю людей Очень Я люблю жизнь Несмотря на все потери Я продолжаю жить У меня никогда Не было мысли Просто вот даже Когда больно Вот не хочу жить Чтобы я завтра Не проснулась Я наоборот Засыпаюсь Мольбой Господи Молюсь за каждого человека За всех друзей За театр За Донбасс В первую очередь За мир с Россией Потому что Столетиями мы были Братьями и сестрами Нужно все это вернуть В своем театре Вы создали детскую студию Да Да Дети у меня работают Ну вот Я знаю по себе Вот трудно же с детьми работать Очень трудно Конечно Многие мэтры Какое терпение надо иметь Они отказываются работать с детворой Потому что это тяжело Вы Ну это классно Я у них тему учусь Так вот Одним из наших Следующих сюрпризов Будет сюжет Ваши детворы Которые говорят о вас Давайте посмотрим Любовь Викторовна Спокойно Как будто Она уже это несколько раз Слышала Сказала Я верю Я сделаю все Чтобы зажечь тебя Как звезду Это меня очень вдохновило И я вот сейчас Уже 5 лет в театре Я уже просто Свыклась с театром Я считаю Что это мой второй дом Я считаю Что актерская игра Это мое призвание Я считаю Что Я готова Ставить Новые спектакли С Любовью Викторовной Я знаю Что она надежный Человек Да У меня были Проблемы с друзьями Когда от меня Многие отвернулись Из-за моих ошибок У меня было ужасное состояние У меня было Ужасное настроение И я решила Выговориться Любовь Викторовна Потому что Не была готова К разговору с родителями И она действительно Сказала мне Что делать Как мне подойти Что мне сказать И мне это действительно Помогло И сейчас Благодаря Любови Викторовне Я выросла Я стала более увереннее Я стала Не бояться Сцены, камеры Я стала Не бояться Зрительного контакта С людьми И я стала уверена В себе В театр я пришла В возрасте Десяти лет Я пришла И сразу же Любовь Викторовна Меня отправила На сцену Сказала Попробуй У тебя все получится Она научила Меня не бояться Людей И зрителей И вести себя На сцене Я хочу пожелать Любови Викторовне Всего самого лучшего Чтобы она Ставила новые спектакли Чтобы детей Нас больше собирало Я попал в театр Когда Меня мама Привела на Кинофестиваль Золотой ключик И Любовь Викторовна Набирала детей Меня сразу взяли И мы с ней сразу начали Готовить спектакль Это был мой первый спектакль Мы его подготовили Буквально за три дня У меня была роль зайчика Но мне было очень весело Она меня научила правильно Вести себя на сцене Она человек требовательный Но очень добрый Она дает возможность Проявить себя Не только в актерских талантах Но и в других своих талантах К примеру Те, кто танцуют Она дает роли Где Ну ставит хореографические постановки Молодец Вот я пою Она мне дала Роль Где я мог спеть Правду говорят Правду, да Какие некрасивые дети Надо заниматься детьми Я сейчас поставила постановку Обе эти девочки играют у меня Любовь по вызову По другому Дочки матери Что надо заниматься детьми Не только так Накормил Посидел Заработал Дал деньги А заниматься ими духовно Уделять им много Очень много внимания Не бояться поцеловать И разбудить Если ты поздно пришел Потому что бывает Что такие дети Делают ошибки Все равно тепличные А вот Дедомовку Я показала Вот Алина играет Они обе, кстати В очереди играют эту роль А Дедомовская девочка Которую бросили родители Она находит в себе силы Она находит верный путь Потому что она стремится к чистоте Вы все-таки понимаете Что даже и в плохих семьях Бывает ребенок Видя всю черную ауру вокруг себя Он пытается вырваться Вырваться и жить Жить прекрасно А какие у вас отношения с мамой были? У меня с мамой Мама и дочка Это же очень важно Это тонкая нить Которая никогда в принципе Не разрывается Да Вы знаете Я всю жизнь У меня мама всю жизнь Была для меня королевой Если я для всех была королевой Ведущей актрисой Главной женщиной в жизни Ну всем Я для мамы всегда была Ее дочерью Которую нужно каждый день воспитывать И когда я что-то говорю Она мне Ты прежде всего дочь А не директор И не худрук И никто Ты моя дочь И понимаете Вот 4 последних года И 7 месяцев Она была прикована К постели И я поняла Что для меня Это самое главное В жизни Я понимала Что уже ее поднять не смогу Но зато сердце у нее было крепкое У нее крепкое У нее с ногами была проблема И она умирала На моих глазах Вот 5 дней последних Она упала в кому И я почувствовала Именно вот я сидела рядом Ее вдох Я поняла Что в эту минуту Она ушла И я поняла И я поняла Что у меня ушла Из-под ног Я не плакала Когда вот И сына хоронила Все Вот с мамой Я все время плачу Правда Я ухожу Чтобы никто не видел Вот взяла И заплакала Проблема в том Что Вы еще молодая Не понимаете Кто постарше Женщина поймет Пока же вам мама Ты ребенок Ты молода Ты Только Нет мамы Ты сразу становишься Теткой Красивой Модной Успешной Но уже не девочка Не дочь Тетка Дай бог Чтобы все мамы Были живые Здоровые И чтобы Они не болели И чтобы дети О них заботились Потому что то Что сегодня творится В стране Брошенные мамы Бабушки Дедушки Роются в мусорных баках А другие жируют Это очень несправедливо В обществе Наше общество Сейчас больное А мне моя мамочка Могла зимой сказать Хочу арбуз И утром у нее Уже лежал арбуз Это важно Но это было благодаря тому Что у меня очень много друзей Вот о чем я говорю Сохранились хорошие друзья И в Казахстане И в России И везде Кому говорю У кого есть И кто может Вот Передавали Давали Да А как вы вообще Вот пришли домой И сказали Мам Я буду актрисой Нет Как это пришло Это желание Вы знаете Не так было Я вообще Историком думала Стать И я до сих пор Как бы Очень люблю Историческое Все читать И поэтому Я наверное В фейсбуке Редко ошибаюсь Потому что Я всегда Пытаюсь докопаться До истины Только потом Давать ответ Спорщикам Мы шли с мамой Ругались по улице Спорили Сколько вам лет было? Мне было 16-17 год А у меня актрисы Все готовились Карпенко-Карова Театральный Вот А я жила В городе Умань Вот Тогда папа Военнослужащий Был Ракетчик И в общем Этот город И я была На их репетициях Их готовили Я слушала Давала им Текст подбрасывала А мама Мне говорит Не занимайся глупостью Давай Домой всегда И вот она Меня забрала С какой-то репетиции И мы идем И спорим И какой-то Остановил нас Мужчина Говорит Девочки На маму У меня мама Всегда молодой Красивой была Очень Девочки Ну сестренки Вы такие красивые Ну что вы спорите Она меня говорит А вам вообще Только артисткой Надо быть Вы так красиво Умеете спорить Я глянула На маму Мама говорит Ну езжай А спорили мы По поводу того Чтобы она меня Отпустила в Киев С девочками поступать И вот мы пришли Я даже не сдавала документы Я просто пришла Села с ними Они что-то читают А Борис Николаевич Покойный тоже Ставицкий Прекрасный Актер театра Франко Он тогда был Уже тоже На небесах Он мне говорит А вы что нам Почитаете А я говорю Я А он говорит Ну давайте Давайте Читайте что хотите А я помнила Монологи Все моих этих Ну кто Девчонок Ну я уже им подавала Ну короче Я как раз Прочла им Два-три монолога Они мне А я как раз Училась тогда Только на первом курсе Поступила Вот исторического Они мне быстро говорят Все документы Все больше Вы ничего не сдаете Я не сдавала тогда Ни историю Ничего Я была сразу зачислена Вот судьба Вот судьба Вот я до того Как мой сын улетел На небеса Я очень часто Летала во сне Летала Это было Такое ощущение Красивое Уже будучи актрисой Летала И вообще Человек такой И знаковый Меня рок Преследует Я репетировала Эдит Пиаф Благодаря Эдит Пиаф Я получила Это прекрасное здание В свое время Когда-то Объединились послы Сергей Викторович Цюбко Вот золото Всей страны Прекрасные Мои друзья Семья Благороднейшие люди Меценаты Вот Мы редко С ними встречаемся Но всегда Помним друг о друге Вот И Я не как бы Вспоминала Тоже И Когда вот Репетировала Эдит Пиаф Меня то затопило Театр То затопило Дома Это уже в Браво В Браво Меня все время Затапливало И она пришла И все время Во сне Она приходила Вот так на меня Смотрела И во сне Маленький На меня Денис В 7 лет Тоже вдалеке Смотрел на меня Понимаете Я не могла понять Почему Вот Она меня отпустила Долго смотрела Потом отпустила Говорит Ну все Получится У тебя Эдит Пиаф Вот такой у меня Был сон разговор А потом Когда потеряла сына Он мне тоже Не приходит Во сне Уже 8-9 лет Но Первых 2 года Он приходил ко мне Таким вот маленьким Вот как до смерти И тоже смотрел на меня А впервые Один раз Он мне только Снился взрослым Вот он умер Его увезли И я дома И я не сплю Естественно У меня там таблеток Каких-то дали И звонок в дверь Какая-то такая сила Влетает в мощные крылья И пытает его забраться Забрать его Я его обнимаю Я говорю Я вам его не отдам Я не отдала его Значит Бог меня любит Значит он Дал мне надежду Что сын Улетел просто туда И что я его увижу Когда-нибудь У вас есть что-то такое Любимое Что вы можете сейчас зачитать Я видела Вы показывали По Мэлу Где там тетка Которая вот И вот Когда она видит Что ее действительно Хотят убить Все Она их переделывает И всех И она говорит Все-таки я вынуждена Помолиться Вот Хотя я не люблю Молиться на людях Потому что молитва Это сокровенное дело И это личное дело Но сегодня Она говорит Темно И с моими глазами плохо Она включает Ее свечку И она говорит Господи Здравствуй Обращается к тебе Твоя раба Божья Полина Кронки Извини Что беспокою тебя Твой день рождения Сегодня ты конечно Очень и очень занят Миллионы людей Обращаются к тебе С такими же просьбами Но я уверена Что ты найдешь Для меня минутку Как это было всегда Ой Думала Что же Все-таки попросить У тебя Для меня Для них И решила Господи Подари нам мир Подари Подари нам веру Силу Любовь Подари любовь Тем кого я люблю Чтобы они тоже Полюбили друг друга На всем остаюсь Твоя Аминь Помыла Кронки И в это время Рушится дом Разруха И дальше тоже Молитва продолжается Она опять говорит Извини что опять Иду без твоего обращения Она напилась Снотворного Чтобы умереть И оставить им Эту страховку Она никак не погибает Потому что они перевоспитываются И пытаются ее спасти Только полицейский Который вначале Был ее друг Когда увидел Что ему тоже страховка Он говорит Сейчас мы ее добьем Вот так и власть нас добивает Эта пьеса Просто про сегодняшний день Она опять говорит Обращается к Богу Говорит Господи Извини что я Иду без твоего приглашения Но так сложились обстоятельства Главное чтобы они Те Кто остаются жить Здесь на этой земле Они же моложе нас Моложе меня Тебя Господи Дай им силы Дай им уверенность Себе Вразуми их Что добро Побеждает Всегда зло Когда я была маленькая Меня мама учила Что настоящая женщина Должна быть Настоящей во всем В отношениях В отношениях В жизни С людьми Быть хорошей хозяйкой Я лично была у вас Да В саду Да В саду Это просто шикарно Это рай Я там все моими ручками Пальчиками Сделала Своими руками Да Эти ландшафты Эти камни Эти растения Достраиваю Эти растения Здравствуйте Любовь Любовь Добрый день Проходите В принципе Этот дом Начинал строить Мой папа Очень Но он роднее Чем родной И в общем Мы с ним Строили этот дом Потом он ушел Из жизни Мама осталась Здесь одна И Нам пришлось Особенно После того Как я потеряла Моего сына Дениса Я здесь похоронила Его рядом Недалеко Мы решили Всей семьей Жить здесь Старший сын Со своей женой Наталочкой Моя дочерь Как вы все Уживаетесь Уживаемся Замечательно Все сама Все своими руками Вы знаете У меня мама Очень любила Сад И особенно Последнее время Она 4 года У меня лежала У нее развивалась Болезнь ног От боли Она не могла ходить И я решила Продолжить ее дело И потом еще После смерти сына Я не хотела Плакать на людях И особенно При своих близких Дело тем больно Поэтому я выходила В сад Разговаривала С цветами И они оживали Потому что Оказывается Бог все-таки Дал разум Даже маленькому растению А вы страдаете Болезнию Такую знаете Садоводов Которые где-то Видят Какое-то растение Интересное Наверное Да Наверное Я уже страдаю Вот из последних Обретений У моей любимой Невестки Доченьки Фамилия Голубенко Девича Голубка Как я говорю Я купила голубику Да вот А это вот даже камушки Все моими руками Видите Ну озеро Конечно Все сама Выкладывала Тяжестью Правда Сын иногда Помогает А это у вас что Барбарис Это барбарис Это вот понятно Барбариса У меня много Гортензии Очень много Но не все Не все В этом году цветут Потому что Холода были Яблоки падают Ну конечно Видите В основном Уже все же Цвело Вы видите Сколько красивых Разных цветов Которые просто Уже Отцвели А я готовлю Сейчас К спектаклю Играю Буду играть Чехова Ставить Женитьбу И медведь Предложение И На основе Свадьбы Весь Чехов У меня будет Как бы То есть у вас Всегда В любом случае Стоит Притаж Я хочу Просто дать роль Моим маленьким детям Которые В общем Я уже и так Некоторые дети У меня перестали Выходить на сцену И Обижаться Ну они расстраиваются Они не могут на меня Обижаться Поэтому я дала себе Слово Делаю сейчас Это Но у вас много хвойников Где-то 150 Вот только хвойных кусок Откуда у вас Такая потрясающая ива Я ее посадила Маленькой Это когда ушел Мы с Денис Из жизни Мы купили Две ивы Одна как бы Ушла Не выжила А именно Вот эта Которая Плачущая Я ее Символично Подрезаю Делаю Да Ах лягушки У меня их очень много Бегает здесь Лягушек Ой полетела 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 Здесь обычно Очень много бабочек У меня Вы знаете Как возникал дом По причине того Что нужно кому-то Помочь Кого-то поселить Кого-то на лето Взять к себе И он у меня Обрастал Обрастал Поэтому было Очень трудно Его легализировать А сосна голубая Это да У меня их две Там еще одна Да это редко Это когда мой сын Уходил из жизни Мы тоже взяли В его память Посадили И вот Дени У вас очень много В его памяти Да И вот Дени Когда было три месяца Как сын улетел на небо Мой старший сын Вовочка Принес мне Этого Карапуза Он был таким маленьким Бархатным Таким красивым И когда он его брал Посмотрел паспорт Мы не давали ему имя Его имя было Дени Представляете Поэтому мы его взяли И вот у нас Дени Это наш талисман В нашем доме Он любит всех людей Он ни на кого не гавкает Он Ну в принципе я Если вы обратили внимание Я очень добрая В общении Люблю людей Любовь Викторовна Но у вас не просто Знаете сад А ботанический сад У вас настолько все По-настоящему У вас настолько все там Искренне и красиво И когда я пришла туда Ведь я там была первый раз Я чувствовала себя Как дома И меня поразила Вот эта огромная беседка Надо повторить Да И огромный вот этот Дубовый стол За которым Ну я думаю Собирается Но человек 30 Не меньше Да Это же огромное Ну вот Ну это много людей Да Вот чем вы их угощаете Ну как Ну кое-что они С собой всегда привозят Естественно Ну не с пустыми руками Выпить и что-то А я их угощаю Они любят мою картошку Я варю вначале Картошку в мундирах Потом я все это очищаю Нарезаю много Лука Сала Вот И все это вот Много зелени И поливаю И обливаю И отдельно я готовлю Мои котлеты Они их обожают Фирменные Вот А на мангале Мы уже делаем Шашлыки Кто-то приносит гитару Обязательные Песни поем И стихи читаем Вот Денис Жарки Всегда у меня Допустим С Руслана Кацаба Они приходят Читают Новую книгу Или вот Готовятся к новой программе А вот Как ты думаешь Особливо Русланчик Зажди Вин разумная Украинская мова Выключена Ну все-таки Патриот Здесь на Украине И очень красивая У него речь Вот мы сегодня О многих Много тем затронули О многих Переговорили Поговорили Вот Вы счастливая женщина? Я счастливая Счастье 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 И очень порядочным Ну вот Ты задаешь Ты задаешь Вопросы И ты получаешь Честные ответы На самом деле Я знаю Что ни одна женщина В мире Не скажет Стопроцентную правду Но вот Сейчас Я почувствовала Что общаясь с вами Вот какой-то Произошел такой Вот настоящий Душевный разговор Между нами Женщинами Женщину в совет Дать можно в конце Женщины Любите себя И пусть у вас будет Острый колючий характер Поверьте Даже если вас оставят Смотрите на меня Сегодня мы с вами Говорили о жизни О настоящей жизни О правде В театре наяву С харизматичной Настоящей Ображительной Любовь Ститаренко До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»